Итак, всем привет, уважаемые зрители канала Амаркет. Сегодня среда и мой выход в рубрике «Открытый микрофон». Меня тут не было немножко побольше, чем обычно, целых три недели. Но за это время мало что на рынках поменялось, опять же, на мой взгляд. И для начала, опять же, хочу напомнить, что вы можете записаться на мою бесплатную консультацию по ссылке в описании, перейдете в мой WhatsApp, и мы с вами договоримся по времени, когда вам удобно. В течение 40 минут я поработаю с вашей ситуацией, посмотрим, что у вас в текущий момент происходит в сфере трейдинга на финансовых рынках, а, возможно, вам понадобится моя помощь, и я вам расскажу, как ее можно получить. Ну и, разумеется, поговорим о том, к чему вы хотите прийти и что вам мешает прийти к тому, чего вы хотите, то есть из точки А в точку Б, проще говоря, так. И, в принципе, мы с вами сделаем план дальнейших действий, которые вы сможете внедрить самостоятельно. Ну, а если понадобится моя помощь, я вам расскажу о том, как вы можете ее получить и в каком формате. Давайте приступим к обзору. И я начинаю обычно с евро-доллара. Под прошлым роликом вопросов нет, однако, если у вас появятся какие-то вопросы, пожалуйста, напишите их в комментариях под данным видео. Итак, давайте начнем с евро-доллара. Эта валютная пара, на мой взгляд, находится в коррекции. Здесь был достаточно мощный дивергентный бар с нижним закрытием, где, получается, продавцы контролировали ситуацию. В данном случае я рассматриваю движение вниз, как некую первую волну в волне С, которая может снизиться в зону предыдущей коррекции, которая у меня здесь отмечена. На меньшем таймфрейме на 4 часах здесь были также мощные сигналы на продажу. Завершился ABC паттерн в волне B, разумеется, под вопросом. И прошел импульс вниз. Сейчас этот импульс корректируется. Я бы рассматривал возможности продаж только за линией баланса, вот 4-х часового графика, поскольку то, что мы сейчас здесь видим, скорее всего, это только волна А в коррекции вот этого нисходящего движения. Я бы дождался завершения всей коррекции и не пытался бы внутри нее торговать, потому как это достаточно сложно. Что касается пары британских фунт к доллару, я бы обратил внимание на неделю, где также у нас появился дивергентный бар с мощным нижним закрытием и обратил бы внимание на фракталы обязательно. По той же простой причине, что это и есть завершение каждой волны Гелиота. Вот в этой последовательности волн, которые мы видим с марта примерно прошлого года. То есть вот на эти фракталы и на этот максимум я бы обратил внимание. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 в третий. То есть первая, вторая и только третья волна здесь развивается, либо она завершилась и в ней была удлиненная пятая. На дневном графике также пока есть вопросы к этому таймфрейму. Таким образом импульсы могут заканчиваться, конечно же, но при этом может пойти уже коррекция всего восходящего импульса, либо третьей волны только в этом импульсе. Поэтому при таком резком движении вниз я бы рассматривал возможности продаж, поскольку на меньшем таймфрейме на 4 часах видно 1, 2, 3, 4, 5, то есть какую-то первую волну вниз. Я это называю первый импульс вниз и не даю пока определения, что это первая волна, это волна А, либо еще что-то. Это в принципе значения большого не имеет, поскольку у нас график цены достраивается по частям и по всей вероятности с коррекцией этого импульса я бы рассмотрел просто продажи. Вот и все, ничего здесь такого сложного нет. То же самое, что мы видим и на евро-долларе, скорее всего, это только волна А. Если мы говорим про внутридневную торговлю, то где-то вот из этой зоны примерно при завершении волны С, может чуть повыше, я бы рассматривал точки входа на продажу, то есть следующую волну вниз. Что касается франка, здесь также сложный рынок и также это коррекционный паттерн, который мы видим на недельном графике. Я думаю, что мы можем дойти до зоны предыдущей коррекции, которая у меня выделена цветом. На недельном таймфрейме. Здесь в дневном графике А, Б, С, я считаю, что развитие волны С идет вот сюда, в зону предыдущей коррекции. Она еще не закончена, несмотря на то, что здесь есть бар с нижним закрытием. Это завершение только части этой волны, которую мы видим. Она началась от 16 февраля. Далее на 4 часах, как раз таки это подтверждается, здесь отсутствие дивергенции и хорошо прослеживается 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 в третьей волне этого импульса. То есть она еще не законченная. И если вы собираетесь здесь торговать на 3 дня, то, разумеется, в ходу с коррекцией по развитию данного импульса я бы предпочел заходить так. Что касается иены, здесь достаточно сложная ситуация. Она давно сложная, примерно где-то года с 16. И возможно, что иена может уйти обратно в этот сложный диапазон сужающийся. Но пока я интерпретирую то, что происходит на дневном графике как 1, 2, 3, 4. Естественно, под большим вопросом. Посмотрим, во что это будет выливаться. Поскольку в данном случае, если мы берем 4 часа, опять же, это А, Б, а вот это все развитие волны С. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Ну, третья не может быть самой короткой. И, скорее всего, пока это такой характер движения рынка. Я его называю возвратно-откатный. Когда рынок идет вот такими вот, ну, как это назвать, ступеньками что ли. И такое движение, оно очень часто, ну, как видите, может повторяться. И рынок может дальше вот так двигаться. Причем все импульсы корректируются примерно на 60-80% от, соответственно, движения импульса внутри, скажем так, этого импульса большого. Австралийский доллар мне на самом деле более понятен. И в данном случае то, что мы видим на дневном графике, завершился пятиволновой цикл с удлинением в пятой волне. Получается это первая, вторая, третья, четвертая и пятая волна. Здесь была дивергенция внутри, между третьей и пятой волной, внутри большой вот этой пятой волны. И наступает коррекция. Я думаю, что она может прийти в зону предыдущей коррекционной волны 4 всего этого импульса. В неделях там также был бар с мощным нижним закрытием, в принципе, как и в дневном. Единственный момент, есть варианты, когда не бывает дивергенции, но хотя тут она есть. В настоящий момент времени опять же прошел импульс вниз. И я считаю, что это какая-то первая, либо какая-то волна А, либо часть волны А, которая может быть первой волной внутри А. Этого мы знать сейчас не можем. Поэтому исходим из того, что у нас есть импульс и развивается его коррекция. И мы можем поискать точки входа в новый импульс после завершения коррекционной волны. Это же касается и новозеландского доллара, так как эти валютные пары очень сильно коррелируют друг с другом. То есть вот 1, 2, 3, 4 и вот это 5 удлинение в пятой. Здесь тоже был мощный бар с нижним закрытием, достаточно сильный сигнал. И здесь был сильный сигнал на дневном графике, прошла какая-то первая волна вниз. Она сейчас корректируется, но в отличие от австралийца я бы сказал, что здесь только волна А. И стал бы рассматривать продажи только после того, как завершится полный коррекционный цикл, то есть ABC паттерн. Если же коррекция будет сложной, в ряде ситуаций она может быть сложной. Я со сложной коррекцией не работаю вообще, потому что вариантов зайти там, как правило, не бывает. Канадский доллар, также сырьевая валюта и он также коррелирует с австралийцем и новозеландцем. Единственное, что доллар здесь на первом месте, поэтому график у нас идет вниз. То есть 1, 2, 3, 4 и 5. Пятое также с удлинением. Внутри здесь в последнем движении дивергенции не было, поэтому такие моменты, входы на разворот, никакие обычные они рассматривают. Смотрю первый импульс, как он корректируется. И на мой взгляд здесь не завершена волна С. Это хорошо видно по фракталам. То есть вот А, Б, вот 1, 2, 3, 4 и в С еще не было пятой волны. И вот как только она произойдет здесь, вот зона предыдущей коррекции, вот эта фрактальная область, я бы отсюда стал рассматривать точки входа на покупку. Золото. Золото очень сложный рынок на текущий момент времени, потому что, ну, стоит обратить внимание непосредственно на старшие таймфреймы, на недельный график, где мы видим развитие ABC паттерна. И коррекция золота может быть примерно до 1500. Вот. В лучшем случае закончится где-то вот на 38,2, где-то в районе 1700. Об этом, по-моему, мы с вами говорили еще так месяца, может быть, 3-4 назад. Что развитие такой коррекции вполне возможно. В дневном графике мы видим усиление движущей силы, 1, 2, развитие третьей волны с удлинением, в которой, опять же, вот фракталы мы видим. И идет вот примерно такое, такое же развитие, как по японской иене. Эти два инструмента, кстати, очень сильно коррелируют. И когда график иены растет, то есть доллар против иены укрепляется, золото падает в этот момент, ну, либо золото падает и там иена слабеет. Вот. Я заметил эту корреляцию, и здесь движение по характеру очень похоже, как на графике иены. В настоящий момент я считаю, что это движение вниз оно не закончено. Мало того, оно усиливается, и, скорее всего, таким образом мы видим структуру третьей волны импульса, то есть волны С, которая развилась от 6 января уже этого года. Вот. Я считаю, что золото еще может снизиться в рамках этой волны. И вот такой характер возвратно-откатный, он может здесь продолжиться вполне. То есть в полной мере мы можем увидеть такую же коррекцию, потом снова движение вниз и так далее. И потом это все сложится в какую-то волну. То есть это можно будет увидеть по факту только. Но из того, что может быть, это первая, вторая, первая, вторая, третья, в третий и так далее. То есть вариантов тут может быть предостаточно. Но в этом случае у нас есть возможность торговли с меньших таймфреймов. То есть когда мы понимаем, что ситуация развивается куда-то в зону предыдущей коррекции, можем рассматривать точки входа непосредственно по тренду. Серебро здесь также достаточно сложный рынок. И стоит обратить внимание на то, что вот здесь идет вот такое, как его называют в классическом анализе, накопление. Но это накопление в данном случае, скорее всего, является волной B. Ну вот так. А, B и развитие потом может еще быть волны C. Вот сюда, либо еще ниже. Я бы так это рассматривал. Пока я бы не советовал связываться с серебром. Хотя 1, 2, 3, 4, 5. Вот здесь виден пятилолновый паттерн. Если он нормально скорректируется, и здесь будет вполне такая читаемая коррекция, то тогда есть смысл посмотреть точки входа на продажу. Индекс SP500. Есть вариант того, что данный индекс может дальше удлиниться. Здесь пока у меня разметка как А, Б. Поскольку структура вся, она выглядит как завершенная. Но очень часто на удлиняющемся рынке мы можем увидеть просто новое обновление максимума. При том, что здесь есть достаточно сильный тренд. Но если разовьется какая-то коррекция, я считаю, что она может прийти в район 38.2, в зону предыдущей коррекционной волны. Вот куда-то сюда. И это будет примерно 3200 значения по данному индексу. Что касается биткоина, если мы посмотрим недельный график, стоит обратить внимание на то, как данный инструмент ходит. То есть у него возникают вот такие вот резкие движения вверх, без дивергенции, разворачивается и резко идет вниз. Поэтому в данной ситуации может произойти то же самое, что мы уже видели в 2017 году. И может начаться какая-то коррекция, коррекция уже всего вот этого импульса. Причем многие криптовалюты, в частности альткоины, иногда мне их просто присылают для анализа. Я заметил, что у них есть склонность к такому вот возвратно-откатному движению, когда импульс корректируется на 70, а то и 80%. И это нормально для данного инструмента, это может вполне повторяться. Поэтому если вы увидите, что биткоин пошел куда-то в район 30 тысяч, не пугайтесь, это нормальная история для данного инструмента. Потому что здесь скорее всего надо было уже выходить, если вы там стояли в покупках. И я не думаю, что на дневном графике мы снова увидим какое-то обновление, так как здесь, даже несмотря на то, что здесь не было дивергенции. В 4 часах, конечно же, она была, но движение вниз выглядит как импульсная волна. Пока я ее рассматриваю как волну А, но ничего не помешает стать этой волне А первой волной, в волне А большой, куда-нибудь в зону предыдущей коррекционной волны, примерно вот в район опять же 30 тысяч. Нефть марки Brent, я считаю, что здесь есть вот два дивергентных бара, но импульс восходящий не закончен. На мой взгляд, это первая, вторая и третья волна, либо АБЦ, пока мы этого не знаем. Это покажет время, что это за волны будут. Но факт в том, что в данном случае на дневном графике импульс восходящий, на мой взгляд, он не закончен. В нем было удлинение в первой, вторая, третья волна, и развитие четвертой, пятой здесь еще вполне возможно в рамках непосредственно текущей волны. И только после этого, я думаю, начнется какая-то более-менее серьезная коррекция в район хотя бы там 38,2, ну плюс-минус зона, опять же, предыдущей коррекционной волны. Что мы еще обычно смотрим? Индекс РТС, на мой взгляд, если мы посмотрим непосредственно дневной график, так как фондовый рынок, в принципе, весь мировой растет, то здесь также возможен дальнейший рост. Я считаю, что вот на максимуме, который был образован в феврале, завершился только первый импульс в новом движении, и хорошо видно его коррекцию в часовике. То есть вот был весь импульс, вот его коррекция, возможно, какая-то первая волна в новом движении вверх. Пробовал я здесь вчера покупать на прорыв фрактала, но понял, что это не мое, и вышел, немножко даже взял профита. То, что видно на внутридневной картине, это сложная волна, явно волна B, то есть EBC паттерн, и дальше идет развитие 1, 2, 3. То есть не стал я здесь оставаться, поскольку не хотелось переносить сделку на ночь. Но, на мой взгляд, рост здесь возможен, тут параллельный рынок в текущий момент времени, и пока что идем вверх, потом посмотрим. Фьючерс на доллар. Фьючерс на доллар, я бы посмотрел непосредственно текущий инструмент, точнее текущий фьючерс на дневном графике. Вот все вот это накопление или сужающийся диапазон, я бы также обозначил как волну B, то есть A, B и C. И если мы не пробиваем вот эти минимумы, образованные в прошлом году, да, это где-то июнь-июль, если я не ошибаюсь, то в этом случае это все будет первый, второй, и возможно будет восходящий тренд после обновления минимумов, локальных, образованных в декабре, январе этого года, в декабре прошлого, январе этого года. Соответственно, здесь возможно уже развитие волны какой-то C вниз, локальная коррекция, и вот, то есть 1, 2, какая-то опять же сложная коррекционная структура, вот это видно по фракталам здесь. Поэтому в данном случае я бы не стал здесь активно торговать, надо понаблюдать за тем, как вот вся эта фигура или коррекционная волна будет развиваться. Поскольку если на внутридневном таймфрейме это опять же волна B незавершенная, мы можем еще увидеть волну C куда-то вот сюда, и только отсюда можно будет посмотреть какие-то продажи. Опять же, на мой скромный взгляд, разумеется. Ну что, на этом у меня все. Если необходима моя консультация, ссылка в описании. Поработаю с вами в течение 40 минут с вашей ситуацией. Посмотрим, что у вас есть, куда вы хотите прийти, и что вам мешает это сделать. Ну и дальше уже поговорим про то, нужна ли вам моя дальнейшая помощь, и как ее можно получить. На этом у меня все. До встречи через 2 недели. Если будут вопросы, я всегда готов ответить. на них в комментариях под данным роликом. Пока, до встречи.